На этот склад подрядчик свозит снесенные рекламные конструкции. Еще несколько недель назад здесь была пирамида из так называемых ног и целая стопка рекламных щитов. В итоге, во время контрольной проверки, сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии не досчитались. 13 рекламных щитов. Исчезли также больше десятка железных ног и 4 бетонных основания. По условиям контракта, компания, которая занимается сносом незаконных рекламных конструкций, должна хранить их на складе до момента утилизации. Мы решили перепроверить те места, где данные конструкции были сняты и убедились, что точно такие же идентичные конструкции стоят на своих местах. Зафиксировали данный факт. Установки этих конструкций повторной. Как неразменный рубль. Щит сносят, он вновь возвращается. Эту рекламную конструкцию на пересечении улиц Старозагора и 22-го портсъезда убрали в конце июня. И через несколько дней она оказалась на прежнем месте. И подобных фактов выявили еще полтора десятка. Внешне щиты очень похожи на те, что пропали со склада. Появились они незаконно и кто собственник, непонятно. Нелегальные рекламщики работают только на собственный карман. Налогов в бюджет города не платят. А это деньги, которые идут в том числе на благоустройство, ремонт дорог и тротуаров. Кроме того, щиты незаконные, а значит и ответственности за них никто не несет. После шторма мы могли наглядно видеть, сколько рекламных конструкций попадало. Всем легальным рекламно-респространителям еще в мае были разосланы письма, уведомления комитета привезти конструкции в надлежащее состояние. И я хочу заметить, что только две конструкции пострадали от урагана. Все остальные конструкции, которые были повреждены, это также были незаконные. По поводу пропавших со склада и вернувшихся на улицы города рекламных счетов, глава Самары Олег Фурсов направил обращение в полицию. 7 июля в управление МВД России по городу Самаре поступило обращение главы городского округа Самары. Данное обращение зарегистрировано. По фактам, изложенным в нем в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Контракт с недобросовестной фирмой-подрядчиком сейчас разрывают и будут заключать новые договоры с другими компаниями. Охранить снесенные счеты в дальнейшем не на частных, а на муниципальных базах. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин